Здравствуйте, дорогие коллеги и ценители искусства. Очень приятно здесь находиться и спасибо организаторам за такую конференцию. Сегодня мы будем говорить о стратегическом позиционировании галереи на территории ОАЭ. Я думаю, что работа галереи в принципе одинакова, как и на территории ОАЭ, как и в Москве, так и в Казахстане. Это достаточно сложный, но благородный труд. Галерея была открыта в 2012 году. Прилонч галереи был в Лондоне во время ярмарки «Фрис». Это был очень важный момент, когда мы могли познакомиться с коллекционерами, с людьми из мира искусства, которые находились в тот момент в Лондоне, с основателями Art Dubai, которые в дальнейшем помогали нам. Основное открытие было в январе 2013 года и проходило в Дубае. Важным моментом был выбор художника, с кем открыться. И также выбор ниши галереи, которым стало основным фокусом на искусство Центральной Азии. Это страны, как Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Афганистан. Центральная Азия достаточно интересна для коллекционеров, для аукционных домов и для всего мира в целом. После того, как произошел развал Советского Союза, открылись границы, и появилась возможность передвижения художников, учеба их за границей, учеба молодых девушек и парней, которые становились позже кураторами. Это стало основным моментом. И индикатором стало появление таких выставок продаж «Сотбис» 2012-2013 «Кроссроуд» и «Истамбул-Тукабул» основным фокусом, который явилось в искусстве Центральной Азии. А также выставка в «Кристис» «Трэжер оф Казахстан» искусство, которое было привезено из музея Костеева. О галерее. О том, как галерея функционирует. Конечно, здесь помимо основных выставок очень важным моментом является участие на ярмарках. Участие на ярмарках тоже имеет такой момент тонкий, где очень важно выбрать ярмарку и место ее расположения, и время. Для молодой галереи у нас было участие в «Арт Лондон 14» в 2014 году, в котором мы участвовали впервые. И для нас это было неизгладимым опытом, где мы поняли, как это работает, как важно собирать датабазу, как нужно разговаривать с коллекционерами и о чем говорить в целом. О расположении галереи. Конечно, расположение очень важно. И когда у меня был выбор в Дубае, Дубае достаточно огромный город, где находятся два основных анклава расположения галереи. Это Альцеркалавиню, культурная улица и DFC. DFC – это Dubai International Financial Center, где находятся основные банки, основные финансовые компании и самые важные отели, как Рискалтон и Four Seasons. И по счастливой случайности мне удалось найти место и выкупить небольшую галерею, Boutique Size, так мы ее называем, только с целью того, чтобы не платить высокую аренду. Так как для начинающей галереи очень важно учитывать все свои расходы. Вы знаете, что вложение в искусство, оно требует достаточно длительного периода. Поэтому достаточно успешным был выбор расположения галереи, которая соседствует непосредственно с основными финансовыми компаниями. Размер галереи небольшой, 100 квадратных метров, но, как я уже упомянула, галерея своя, и не надо тратить высокую арендную плату. О маркетинге галереи. На сегодняшний момент каждая галерея выбирает тот путь, который подходит ей. И этот путь зачастую основывается на финансах. Мы пытались использовать разные пути. Это печать и реклама в таких журналах, как Harpies Bazaar, Canvas. Это достаточно дорогостоящее удовольствие. И на сегодняшний момент это заменимо соцсетями, использование Instagram, Facebook, использование веб-сайта. И основным моментом является Google Search, а также SEO. Это такой момент, когда вы забиваете и находитесь где-то в какой-то стране, ищете любую галерею, и Google вам автоматически выдает галерею, которая будет на первом месте в SEO. Это не так затратно, как печать в любых журналах. И мы для себя отметили, что это является важным моментом и нюансом на сегодняшний день. И также in-house PR. Каждый день сотрудники в галерее могут потратить 10-15 минут на то, чтобы поставить какой-то пост о том, что происходит в галерее. Самое важное – использовать правильные хэштаги, правильную информацию, которую галерея хочет сказать и использовать как основной месседж. Также хотела сказать, что выбор ниши галереи очень важен. В Дубае более 100 галерей на сегодняшний день, и конкуренция является очень высокой. но у нас есть один отличительный момент, и он очень важный. Искусство Центральной Азии – это мы говорим о 100 лет, о периоде в 100 лет, и модерн 60-70-е года – у нас прекрасные мастера. Но искусство современное за последние 10 лет продвинулось очень сильно, особенно на территории Казахстана и Киргизии, что нам помогает очень сильно. Также очень важным моментом являются кураторские выставки. И заканчивая свое выступление, я хочу передать слово куратору галереи Ирине Бурмистровой и сказать, что развитие искусства, продвижение искусства, помощь художникам является достаточно трудным, но очень благородным моментом. Хочу вам пожелать успеха и большого энтузиазма в этом деле, который объединяет нас всех. И пожелать всего самого лучшего и удачи галереям, удачи аукционным домам в сложном, но очень благородном деле. Спасибо. Спасибо.